как создать сетку всем привет дамы и господа с вами silent deep и в этом видео я расскажу вам как в программе скетчап легко создать вот такую вспомогательную сетку поможет мне в этом бесплатный плагин grid tool от разработчиков скетчап скачать его вы можете по ссылке в описании я залил этот плагин на яндекс диск и на dropbox на случай если вы живете на украине и яндекс у вас заблокирован но и на крайний случай в описании есть ссылка на официальную страницу этого плагина grid tool на сайте extension warehouse с официального сайта я вам скачивать этот плагин не советую почему расскажу чуть позже и так покажу процесс установки плагина на примере скетчап make 2017 нажимаю вверху окно диспетчер расширений появившимся окне нажимаю внизу красную кнопку установить расширение захожу в ту папку где у меня находится скаченный rbz файл плагина напоминаю вы можете скачать этот плагин по ссылке в описании под видео выбираю файл плагина и нажимаю открыть установка завершена теперь если я нажму на пункт меню инструменты там в самом низу у меня появится новый пункт меню сетка нажимаю на этот пункт меню в нижнем правом углу у меня указан текущий размер одного квадрата будущей сетки по умолчанию я сделал его в один метр да я изменил оригинальный плагин подкорректировал всего две строчки программного кода в оригинале у плагина по умолчанию размер одного квадрата был равен 30 целом 48 сантиметра да вот именно такой непонятный размер связано это с тем что плагин создавали американцы а у них как известно имперская система измерений это футы дюймы галлоны унции и прочее мало понятная нам приверженцам метрической системы измерений штука плюс ко всему у них в америке не целые числа дробят если у нас половина это ноль целых пять десятых то у них это одна вторая отсюда и вытекает базовый размер одного квадрата в 30 целых сорок восемь сотых сантиметра это ровно один фут для американцев футы это привычная единица измерений длины для нас же шаг сетки в 30 целых сорок восемь сотых сантиметра это дикость поэтому я позволил себе такую дерзость как изменить код плагина и сделать базовый шаг сетки 100 сантиметров наконец перехожу к процессу создания сетки сначала курсором выбираю начальную точку потом конечную точку ну и далее пойдет уже создание самой сетки все просто и понятно чтобы создать еще одну сетку снова нажимая вверху инструменты сетка получилось три сетки в трех плоскостях теперь при рисовании карандашом я могу опираться на созданную сетку согласитесь похоже на тетрис но и в завершении покажу вам как меняется размер сетки выбирая вверху инструменты сетка далее ввожу с клавиатуры нужное число скажем 20 сантиметров и нажимаю enter теперь создаваемая сетка будет гораздо мельче размер одного квадрата будет ровно 20 на 20 сантиметров как видите плагин до безобразия прост единственная его функция это создавать плоские сетки в завершении расскажу вам почему я не советую скачивать этот плагин с официального сайта он там во-первых на английском языке единственный его пункт меню в инструментах называется grid я же модифицировал плагин и переименовал слово grid сетку ну и во вторых как я ранее сказал по умолчанию плагин использует сетку в 30,48 сантиметра что равно одному футу я же модифицировал это значение в 100 сантиметров скачать мою модифицированную версию плагина вы можете по ссылке в описании под видео это яндекс диск либо dropbox на этом у меня все надеюсь мне удалось объяснить вам как в программе скетчап создать сетку если хотите и дальше смотреть мои ролики то подпишитесь на канал чтобы youtube уведомлял вас о выходе новых моих видео зайдите на главную страницу моего канала и нажмите вот на этот колокол перейти на главную страницу канала можно кликнув по моему нику silenttipdesign под видео когда именно на моем канале выйдут новые видеоролики вы можете узнать из специально созданного для этого календаря ссылка у вас на экране также она продублирована в описании под видео ну я хотел бы отдельно поблагодарить того доброго человека что перевел мне 100 рубликов 20 мая ну а что касается остальных зрителей если вы тоже желаете поддержать меня материально и имеете такую возможность то можете это сделать реквизиты кошельков перечислены в описании под видео вы можете этого и не делать это добровольные пожертвования справа вы можете видеть список тех кто уже поддержал меня материально также милости прошу посетить мои группы вконтакте или в одноклассниках где я выкладываю все новые видеоролики различные анонсы и голосование ссылки на группы у вас на экране также они продублированы в описании под видео ну и вы можете посмотреть другие мои обучающие ролики по программе скетчап которые уже вышли на канале например видео о том как изменить единицы измерения или видео о том как создать перепады ландшафта с вами был silenttip всем удачи и и и и и и